Здравствуйте, уважаемые телезрители. Нам очень приятно вновь увидеться с вами в программе «Мнение» и не менее приятно представить наших гостей. Это Аныбек Тургунов, директор строительной компании «Айтгрупп» и Самат Иманбеков, коммерческий директор этой компании. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Сегодня понятия предпринимательства, бизнес, социум, благотворительность стали такими неразрывными, согласитесь. Об этом мы сегодня, конечно, будем говорить, и о бизнесе, и о благотворительности. Много сегодня говорят, что бизнес должен быть добрым. Мне это словосочетание очень нравится. Добрый бизнес, социально ориентированный бизнес. Ну, вначале расскажите, пожалуйста, в чем особенность деятельности вашей строительной компании? Во-первых, наша компания называется «Айтгрупп». «Айтгрупп» – строительная компания. Мы на рынке уже не первый год. В целом строим, как и все. Тот же стандартный бетон, та же арматура, тот же кирпич, как говорится. Но есть действительно, у каждой фирмы есть свои фишки, свои нюансы. Но и один из них, наш главный этот девиз – демократизация роскоши, мы называем это. То есть мы в той сфере, которая относится больше к комфорт-классу. Мы не являемся пока представителем премиального класса. Мы относимся к комфорт-классу. Комфорт-класс мы создаем так, чтобы человек, который покупает, грубо говоря, за 800 долларов, либо за 500 долларов, чувствовал себя одинаково. Потому что благодаря определенному буму в стройсекторе конкуренции, многие материалы удешевляются. И имея определенный подход к дизайну, благоустройству, к улучшению фасада, мы стараемся делать, чтобы выглядело это очень красиво, доступно, даже в какой-то сфере, в какой-то мере роскошно даже. Мы стараемся к этому подводить. Вот один из наших главных принципов. Ну и второе, то, что мы упор делаем. Даже когда клиент ко мне приходит, к самату, мы говорим, хорошо, если ты у нас даже не берешь, послушай те требования, выдвигай, чтобы купить у других. Например, возьмем просто бетон. Бетон он стандартный. Все бетонные узлы, железобетонные заводы производят стандартный бетон, маркировка там М350, который на перекрытии используется. Ничем не отличается. Но каждая уважающая себя строительная компания всегда берет свои пробы бетона. Первый проверяет завод. Это стандартные кубики, забиваются. Выборочно, первый миксер, миксер это то, что доставка бетона, выборочно, пятый миксер, берет кубики и через определенное время мы отвозим под пресс, проверяем. Семидневные, двухнедельные, двадцатидневные и тридцати. Эта проверка стоит денег, естественно. Дальше уход за бетоном. Такие есть нюансы, которые мы максимально стараемся придерживаться. И когда к нам клиент приходит, даже если он до этого не имел каких-то представлений о строительстве, чтобы получил максимальную информацию. То есть мы стараемся даже провести вечер, с ним, чтобы информативное было. Взяв определенные знания, он мог другим строительным компаниям уже требования те же выдвигать. Самат, то есть помимо того, что вы предлагаете квартиры клиенту, вы еще даете полную информацию. И, наверное, сегодня есть клиенты, которые очень требовательные, но и образованные при этом. То есть, соответственно, мы должны быть максимально вооружены. Юридические, также и по нормам. То, что, допустим, в Кануэкбеке про бетон сказал, про арматуру, также мы постоянно проверяем. У нас на каждой этаже есть свои сертификаты. То, что мы проверяем, пробы, мы можем доказать, то, что первый этаж у нас супер качественный, от первого до девятого, до десятого, и так далее. Также клиенты, они уже знают, на какие пункты обращать внимание, на какие можно и, в принципе, не заморачиваться. Поэтому мы в целом всегда готовы. Вы говорили, что есть строительство премиум-класса, есть для средних людей, эконом-класса, как мы говорим. Ваш бизнес строительный ориентирован именно на средний класс, да? В целом, да. Потому что анализ, где-то 186 строительных компаний проанализировали, и выделили, что большая часть сейчас в премиальном секторе, во-первых, это связано и с дороговизной земли. Иногда чрезмерно дорого. Местоположение. Да, местоположение. Их тоже понять можно. А потребность, потребность людей именно в том сегменте, особенно для молодых, у нас в целом нация молодая, вот, в Кыргызской республике, им нужны проекты, которые были бы небольшой квадратурой, небольшой квадратурой, такие удобного расположения. Мы в этом сегменте сейчас. Вот новый сейчас проект, чтобы есть просьбы, даже Бичкеглаховой архитектуры, хватит застраивать центра, как-то развивайте... Окраины города. Да, окраины города. Вот новый проект у нас, Фучика, Рыскулова, мы там посадили около 600 квартир на полтора гектара земли. Из них половину будут строить наши партнеры, половину мы. И очень такое приемлемое жилье, по примерным расчетам, где-то ежемесячно выплаты по 25 тысяч сомов. То есть, доступное жилье. Причем в долгосрочном порядке, да? Что немаловажно. 25 тысяч сомов ежемесячно у нас рассрочка на три года, я думаю, это намного лучше и дешевле обходится, чем проценты оплачивать нам. 6-7 процентов, на то, что сейчас наши банки... Это подъемная сумма, да? Молодая семья, где муж и жена работают, мне кажется, 25 тысяч можно каждый месяц выплачивать за собственное жилье, которое в будущем будет принадлежать тебе. Скажите, пожалуйста, вот сегодня бизнес очень активно занимается социальными проектами. Это не просто ведь тренд сегодняшнего дня. Это, наверное, потребность, то есть, это становится нормальным явлением. Тот бизнесмен, я имею в виду особенно крупный бизнес, который не занимается благотворительностью, наверное, такого сегодня и нет, да? Вот. Для вас благотворительность, что это вообще? Ну, в первую очередь все-таки есть поколение, определенное поколение тех бизнесменов, те, кто первые бизнесмены первой волны как бы наши 90-х годов, да? У них свой образ есть. Да, были гореши. Да, гореши, да. Наше поколение, слава богу, мы впитываем информацию от бизнесменов, миллиардеров, филантропов больше запада. Для нас есть образы того же Стива Джобса, который был неприхотлив в одежде, в еде, Илон Маска, который создает немыслимые вещи, которые могло бы целое государство делать. и вот, но в то же время стараемся, чтобы вот это молодое, молодые предприниматели были просты, были, как бы сказать, вот самое, как говорится, некоторых мечта сесть на роскошный джип и ездить по городу, но это, простите, это уже средневековье. в целом постоянно проводят какие-то акции, то есть то же самое человек недавно, Нас Гульдяша, помните, мы забег проводили, у него что-то почечная недостаточность, по-моему, была, как я помню, у Нас Гульдяша там целая такая акция была, то, что проводили, были сами соучастниками, где наша команда Айт Групп, не компания, а больше как команда, то есть мы так сплоченно сами вместе, кто сколько смог, скинулись и сами еще участвовали на этом забеге, да, кроме этого последний марафон у нас был, Куздеми Мюнбулак, где мы являлись генеральными спонсорами, партнерами, там сердечная недостаточность к порок сердца, да, для детей, для детей, порок сердца. По последним данным Урмат привлек и отчет давал миллион, 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 миллион двести, по-моему, если по цифрам чуть ошибки. Все они пошли на помощь детям, на помощь детям, больным с пороком сердца. Да, также там был доктор Бости, это вот компания, которая занимается именно вот этими аппаратами, доктор Бости, один из наших, кстати, долевых участников, тоже недавно туда устроился, говорит, вот доктор Бости, помните, вы как раз акцию проводили, то есть вот эта реклама тоже как-то по-любому работает. И потом вы сами стали примером и участвовали в этом забеге, Это ведь тоже важный показатель. первый марафон пробежал. Я, кстати, 42 километра пробежал, и действительно было не... Я готовился полгода на этот марафон. Везде плакаты висели дети, там, меня зовут Лина, ты бежишь ради меня, его тут тоже мотивирует. Мы в целом все друг друга знаем, общаемся. Кто-то в сельхозсфере, кто-то в стройсекторе, кто-то в сфере услуг, консалтинг, аудита. Мы вот пытаемся не то, чтобы создать образ, это то, что мы исповедуем. Это в первую очередь социализация бизнеса. Потому что в конце концов, что вот этот от, как говорится, постсоветского образа, то, что вот бизнесмен-это капиталист, капиталист, который только должен выгоду искать. Какой раньше насаждался. насаждался. Во-первых, время меняется, сам запад меняется. Откуда вот эти все вияния идут? Большая часть тех же предпринимателей, миллиардеров, они в сфере эко, они в сфере, где нужно для будущего не то, что людей или страны, а уже всего мира. Так мы стараемся тоже, чтобы эта мысль зарядить этой мыслью новых ребят. Сегодня многие крупные строительные компании особо не заботятся, что останется после того, как они сдадут свой объект в плане инфраструктуры, озеленения и так далее. В этом плане у вас какое отношение? Крупные строительные компании, они оставляют после себя хорошие площадки детские облагораживают. В той сфере мы тоже двигаемся. Мы стараемся максимально озеленить, посадить дорогостоящие деревья, цветники сделать, все создать и передать естественно ТСЖ. После того, как передадим ТСЖ, дальше это уход, так как здание уже будет сдано, это уход уже самих людей, самих жильцов. Обслуживание. По примерным анализам показывается, что люди не сразу понимают, что они хозяева. Это происходит поэтапно. За это время и газон может подсохнуть, и деревья высохнут. Но когда через некоторое время жильцы дома осознают, что это их вотчина, это их родной дом, становится еще лучше. Наша республика Кыргызстан, мы переживаем сейчас определенные период изменений. У нас многие вещи, тенденции меняются. И дай бог вот этой волной делать все к лучшему, чтобы предприниматели были более социально ориентированными, чтобы бизнес был более экологичный, чтобы наши права друг к другу не ущемлялись, чтобы мы могли открыто разговаривать обо всем. Самат, я знаю, у вас есть меморандум по озеленению с мэрией, с общественной организацией, наше право, да? Можно сказать, это вот наша мечта с Кануэкбэке. Это больше, да, личный почин. Да, то, что мы захотели сделать наш город намного красивее, зеленым, который, помните, как нас раньше называли, Бишкек, самый зеленый. внеси свой вклад. Ну, это что будет в виде парка, сквера, чтобы иметь представление? Во-первых, действительно, это наша мечта, подарить более миллиона деревьев нашей стране, а сейчас начнем с малого. 10 тысяч деревьев, я, Самат, наша компания, как безвозмездный подарок, дай бог, мы посадим это и все равно сделаем. Это вот тот хороший, яркий пример сотрудничества бизнеса и государственных органов, о чем сейчас очень много и часто говорится. Да, и общественных объединений, потому что здесь определенный вклад. Когда наши долевые участники узнали, что мы подписали меморандум, они прям сами отозвали, сказали, когда вы будете сажать, обязательно нас пригласите, мы тоже хотим участвовать в посадке. тут не только предприниматели, тут даже наши сами долевые участники, наши клиенты уже хотят помочь, внести вклад. Также мы хотим этот же челлендж, допустим, передать другим бизнесменам, которые могут также внести свой вклад. А какие сегодня современные требования к менеджерам новой формации в строительном бизнесе? когда клиент приходит, наверное, то, что ты рассказываешь, сделает лучше, чем ты рассказывал. То же самое, как Хан Юбек сказал, наш девиз демократизация роскоши. Во-первых, всегда заниматься самообразованием, стараться побольше вовлеченных к спорту, потому что всегда успешные люди, они занимаются спортом, они как бы сказать, отдалиться от того образа этакого управленца с большим животом, который тяжело дышит и умеет только указывать. Этого нет, это уже средневековье. Современные молодые предприниматели, менеджеры, они открыты. Они знают несколько языков, они вовлечены в спорте, они путешествуют по странам, всегда участвуют в социальных проектах, благотворительностью занимаются, активны и жизненно, и в социальной сфере активны. Я знаю, что вы также поддержали деятелей кино, в частности по созданию фильма «Кокберю». Как бы мы квартиру выставили в приз для фильма. Квартиру выиграл молодой человек, только семью создал, живет на квартире в районе Кемина. зовут Семетей, да? Мамунов Семетей. Мамунов Семетей. Он выиграл квартиру. Когда его друг звонил нам и говорил, ребята, он поверить не может, подтвердите, пожалуйста, вот я ему сейчас трубку передаю, он дражающим голосом не мог поверить, что выиграл квартиру. очень приятно было. Как раз разыгрывали эту лотерей и этот товарищ Шумкар, Шумкар как раз он вытаскивал, позвонили ему, было очень приятно, так как у него спрашивают, у вас есть квартира, где вы живете? Он говорит, нет у меня квартиры, то есть там у него съемная квартира была, прям здесь, в прямом эфире там мы готовы были расплакаться. Вот такое удачное стечение обстоятельств, что выиграл молодой человек, не имеющий жилья. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что многие предприниматели, бизнесмены не говорят о своей благотворительной деятельности, о том, что они делают, но вот считают, что это не скромно и не следует этого делать? У нас общество, вообще, крыльский народ является хоть из древнейших народов Азии, но многие вещи для нас новы. Вот, и как я до этого повторился, идет урбанизация города, идет смена мышления, идет даже вкусовые, от кофе до посещения премьерных, здесь так же. Важно показывать, что благотворительность это нормально, потому что по статистике самые большие благотворительные организации именно в развитых странах. Почти 80% компаний Западной Европы занимаются благотворительностью. Естественно, там есть определенные поблажки и в налоговой сфере, и с другой стороны есть помощь, но это нормально, потому что общество, которое делится, оно более развивается, общество, которое помогает другим, оно лучше. растет и духовно, и материально. Вот что удивительно, материально растет. Поэтому я бы привержен из-за того, что желательно это показывать, популяризировать. Нам нужно это. Ну и в заключение я хочу спросить, какие у вас планы на будущее, чем вы можете порадовать своих клиентов в ближайшей перспективе, скажем так. На данный момент то, что мы рассказывали, что Береке мы начали, там у нас 300 квартир, там у нас порядка 15 тысяч квадратных метров, первоначальный взнос минимальный 30%, остаток мы на 36 месяцев делим. Кроме этого, мы скоро запускаем бизнес-центр современный, то есть архитектура там такая современная, как то, что требуют на сегодняшний день. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу, было очень интересно узнать о ваших планах, тем, чем вы занимаетесь. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях программы «Мнение» был Ханебек Тургунов, директор строительной компании «Айтгрупп» и Самат Иманбеков, коммерческий директор этой компании. Спасибо. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok